Всем привет! Меня зовут Олина Гераса. Мы сегодня на портале Dela.ru начинаем с вами увлекательный мастер-класс, посвященный созданию подарочной упаковки. Что же мы сегодня будем с вами делать? Я познакомлю вас с машинкой Белкрафт, а именно XCAD. Мы с вами создадим интересную упаковку в технике скрэмбукинг и ее задекорируем. Ну что, приступим? Так, смотрите. Что же такое машинка XCAD? Это уникальный агрегат, причем я таких давно не встречала. Интересная конструкция. Дизайн. Так. Вставляющий с собой агрегат для нарезки бумаги А4 формата. Преимущественной данной машинки является то, что в основании находятся специальные прорезиненные ножки, позволяют не скользить машинке. А также мы можем работать с различными материалами, а именно бумагой, тканью, тканью типа фетр, да, и резать различные аппликационные заготовки для дальнейшей работы и творчества. Что же нам это дает? Нам это дает возможность корректировать зазор между валами на машинке с помощью вот этого колесика. Мы сегодня с вами будем работать с карт-стоком. Я сейчас покажу вам. Это карт-сток плотностью где-то 250-280 грамм на сантиметр. И поэтому мы с вами установим колесо 4,5 единицы, что соответствует нашей инструкции. Итак, помимо, как я уже сказала, прорезиненных ножек, преимуществом является то, что мы можем резать формат А4. То есть у нас пластины большего размера по сравнению с тем же стандартным бикшотом, например, или спелбиндер с машинками. Так, у нас есть возможность корректировать зазор. У нас есть возможность прорубать различную плотность у бумаги, у материалов. Работать с винилом, например, да, с магнитными листами различной плотности и формата. Так, итак, что же нам нужно будет еще сегодня, чем воспользоваться? А именно, мы с вами будем работать с помощью ножей фирмы Дукрафт. А именно, мы используем заготовку. Вот такой ножичек. Сет ножей, то есть набор, он включает в себя бантик, тек и сама заготовка для подарочной коробочки, сумочки. Также сет ножей, состоящий из различных видов вариаций цветов, а также листиков. Мы тоже сегодня с вами все их используем. Также нам нужны будут различные клеевые материалы для работы. Это клеевые стики. Все это фирма нам представляет Дукрафт. Подушечки на спиненном скотче. Работаем мы также сегодня с клеевым пистолетом. Да, с горячим преимуществом является, на мой взгляд, маленькое сопло. Да, мы с вами рассмотрим в процессе работы, почему именно так. И также то, что данный аппарат является беспроводным. Для декора мы используем различные стикеры. Различные клеевые подушечки. То есть, извините, пожалуйста, фирма Стамперия. Клей. Шилок имлайн. Мои любимые ножницы фирмы Шарпист. Резак Экскад. Да, на Крафт фирмы. И для декора также воспользуемся рассыпчатыми жемчужинами, лентами и натуральным материалом Сизали. Ну, стой, начнем. Как же работает данная машинка? Итак, для работы с бумагой нам необходимо будет две пластины. Это базовая пластина и эмаль для резки. Базовая пластина представляет собой вот такую толстую, достаточно толстую, где-то сантиметров-1,2 миллиметра пластину. Мы ее устанавливаем в горизонтальном положении. Далее мы берем нож, нож-коготовку. Так, лишнее мы убираем. Вот так вот она выглядит. Мне очень нравится этот нож тем, что при работе мы используем, достаточно в работе, мы используем большой объем, такая у нас будет сумочка, да, такого размера, соответственно. И нож хорош тем, что он сразу создает сгибы на нашей коробочке, не нужно полностью набеговать. Я сейчас прокручу и покажу вам это на деле. После того, как мы установили на базовую пластину нож, нам необходимо сверху молочный карт-сток положить. То есть создаем таким образом бутерброд из базовой пластины, ножа, карт-стока и катерин-пад. Пластина для разрезания, то есть нож будет у нас с этой пластиной. От нее резать карт-сток. Я рекомендую использовать в работе девочки различную бумагу, но она должна быть не менее 210-250 грамм на сантиметр. После того, как мы положили бутерброд, мы его придерживаем руками с одной стороны и крутим. Прокручиваем между валами, придерживаем при этом. Не бойтесь, пожалуйста, что такой у нас скрип. Это абсолютно нормальное явление при работе с машинками. Здесь мы придерживаем, по возможности. Сейчас оно придерживается. Вот-вот. Так, аккуратненько мы снимаем. Так, смотрим. Пластина. И вот, соответственно, получилась наша заготовка. Лишнее, как я вам рекомендовала уже, мы убираем ведерко. Для того, чтобы у нас получилась сумочка, нам необходимо сделать две таких заготовки. У меня они уже есть готовые. А вы, пожалуйста, кто готовится к мастер-классу, или у кого есть такой уже нож, пожалуйста, сейчас сделайте. Преимущество, как я сказала, данного ножа, является то, что здесь есть уже сгибы. Так, я сейчас возьму, открою, сшила. Вот, мы видим здесь вот биги. Так вот спокойно можно без помощи палочек для беговки завернуть. У нас достаточно ровные сгибы образуются при этом. Очень удобно, скажу я вам. Я давно работаю с данным брендом на Крафт, мне он очень нравится, английская, английский производитель. Вот таким образом, посмотрите, пожалуйста, у нас одна половинка образовалась, да? Такая у нас будет, собственно, объемная широкая сумочка. Итак, вот эти части необходимо склеить. После того, как мы склеили обе половины, обе заготовки разрезаны на мать, у нас получается вот такая сумочка. То есть мы склеиваем со всех сторон, там, где нам это необходимо. И вот, собственно говоря, вот такая заготовка получается. Что же мы делаем дальше? Нам этот нож больше, наверное, не понадобится. Банк я пока не планирую использовать в работе. Мне хочется поработать больше с другим сетом ножом, а именно с цветами. Я сейчас вам подробнее покажу и расскажу. Этот нож мы пока временно убираем. Чем хорош данный нож? Ну, во-первых, огромное количество различных форм и размеров листьев. По-моему, очень здорово. Плюс в хранении этот нож хорош тем, что здесь у нас уже есть лист винила. Я сейчас вам покажу его. Между подложками на упаковке самого ножа. Это позволяет нам спокойно хранить нож, ножи, потому что очень много мелких ножичков. Так, конечно же, нагляднее посмотреть визуально, на всю картинку выбрать нужный нам размер листика или цветочка. И, соответственно, вырезать его в дальнейшем. Итак, мы сейчас давайте поработаем с вами с листьями. А именно я возьму сейчас, отсоединю все листья. Потому что люблю, когда есть свобода для творчества, есть множество листиков разных размеров. Это позволит мне быть более обобщенной. Итак, уникальный карт-стоп. Мне он очень тоже нравится. Он с внутренним слоем. И мы... Так, 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 амазон. Мы сейчас... Его необходимо... Его необходимо сейчас под формат А4 разрезать. Или, как многие, знаете, любят кусочек карт-стопа вырезать. Сейчас, секунду. Приложить его на базовую пластину. Раскладываем на шлифтуре на базовой пластине. Лезвием вверх. Не забываем про принцип бутерброда. Напоминаю, для тех, у кого нет машинки. Или она в скором времени появится. Я надеюсь. Благодаря порталу gel.ru И нашим мастер-классам. Итак, разложили листики на базовой пластине. Далее карт-сток. И далее манг для резки. Так, аккуратно все совмещаем. И помещаем между баллами на нашей машинке. Так. Секундочку. Пожалуйста, не пугайте столько скрипов. Это абсолютно нормально. Итак. Аккуратно снимаем. Вот такая у нас получилась перфорированная бумага. И куча, куча, куча листиков. Очень здорово, что вам, конечно, плохо сейчас видно. У нас листья немножко тесняться по контуру. То есть нож имеет данную функцию теснения. Водку мягкую. У нас получилось много-много листиков. Мы их обязательно сейчас будем использовать. В декорировании подарочной упаковки. Эти ножи нам больше сейчас пока не понадобятся. Мы их аккуратненько обратно складываем на упаковочный лист. Следующим этапом у нас будут цветы. Будем нарубать разные цветы разных размеров и форм. Для этого будем использовать нежно-сиреневый розовый горсток. Цвета горстока. Если честно, мне всегда жалко резать целый лист. Я для вырубки обычно использую обрезки, которые остались у меня от работы. Наверное, вы тоже. На сегодня мастер-классы, конечно же, мы будем использовать новый. Итак, повторюсь, на базовую пластину мы кладем ножи лезвием вверх. Карсток и мастер-классы для резки. Совмещаем и аккуратненько помещаем вершинку между валами. Так, придерживаем, прокручиваем. Вот, отлично. Вот таким образом мы убираем. Красиво получается форма будущих цветов. Мы сейчас отложим их. И, соответственно, попробуем еще другого цвета нарубить. Чтобы было интереснее нам совмещать элементы. Я сейчас аналогичные действия буду совершать. Конечно, данная машинка с бигшотом у меня был мятный, ни разу не сравнится. После того, как я воспользовалась ей. Ничего мне больше и не надо для моей скраб-деятельности. Кстати, с помощью данного ножа, а именно подарочной сумочки, мы можем, кто делает на заказ работы, отдавать заказчикам готовые работы. Сумочка будет дополнительным украшением. Подарочной упаковкой в то же время. А также сейчас у нас лето. Назначить, что сезон свадеб. Ее можно также использовать в качестве бомбоньерок. Так, сейчас я покажу вот таким образом. Сейчас мы все уберем. Бомбоньерки это подарочные коробочки различных форм и размеров, которых мы используем для того, чтобы отблагодарить гостей на свадьбе. За то, что они пришли и почтили нас своим присутствием. Так. А ножи в виде формы цветов и листьев. Это, я считаю, базовые ножи, которые должны быть у каждой скраб-мастерицы. Так, и нарубим, наверное, вот таких ножей. И еще несколько штук. Так. Так, так, так. Так. Дополнительная работа вырубка. Для объемовых цветов. Так, сейчас, секунду. Работа на этой машинке одно удовольствие скажу вам, потому что, например, в сравнении с тем же бикшотом, который был у меня ранее. Мне не приходится прокручивать по несколько раз одну и ту же заготовку для того, чтобы нож разрезал бумагу. Те, у кого бикшоты, наверное, с этим сталкивались не раз. К сожалению, тут такая нехорошая история данного аппарата. Машинка фирмы Докрафтс в этом меня очень-очень радует. С одного раза получается очень здоровский срез. Плюс также у нас идет перфорация. Так, сейчас еще немножечко осталось потерпеть. Мы сделаем нужное количество нам вырубок. Так, и будем с вами уже заниматься творчеством. Так, так, так. Убираем. Итак, у нас получилось несколько форм разных цветов, форм листьев. И есть у меня еще предложение сделать серединки. Вот как раз таки вот цветов, тон основного цвета нашей коробки. Для этого как раз таки используем обрезки картстока. Так. И прокатываем еще раз. Я рекомендую каждой девочке попробовать надеть эту машинку. Приобретите ее себе, пожалуйста. И вы будете намного расширить горизонты своей скраб деятельности. Как я уже в начале мастер-класса с вами вам рассказывала о том, что он может нарезать как ткань, алюминий даже тонкий, лист алюминия на этой машинке. Так. 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 Последний раз я прокатала. И сейчас уже будем с вами крышать. Так. Такие интересные получаются у нас серединки будущих цветов. Это, соответственно, все подлежит либо утилизации, либо, может быть, ваш творческий вкус подскажет, что с этим негативом не делать. Сейчас я все ножи обратно складываю на лист. В дальнейшем будет хороший подспорь для хранения. Вот, соответственно, все они так отличненько смотрятся в кучке вместе на пластине. Итак, листья у нас есть. Основы для цветов есть. Я сейчас берем машинку. Каким образом у нас складывается, я сейчас покажу вам. То есть мы убираем вот эти пластины защитные. Здесь переключатель lock-in lock. То есть блокиратор против складывания. Так. Есть. Есть. И есть. Таким спокойным способом оно складывается. Да, кстати, еще одно огромнейшее преимущество то, что у машинки в сложном виде компактные, внешний вид, позволяет хранить ваших мастерских. А я знаю, что многие, кто занимается скрабом, делают это, как правило, на кухонном столе. И скраб материалы хранят где-нибудь в шкафах кухонного гарнитура. Это большое преимущество, конечно же, компактный вид. Дорогие мастерицы, у нас сейчас очень важный ответственный момент. Мы сейчас будем декорировать нашу заготовку полученными вырубками, вырубками листьев, цветов. Я сейчас на коврик для резки разложу по кучкам, чтобы было удобнее брать и работать с ними. Я хочу оформить нижний правый угол у этой коробочки и, может быть, маленький цветочек вот в эту часть поместим. Итак, для этого нужно нам с вами собрать эти цветы, друг на друга мы накладываем. Получается вот такой объемный цветочек, многослойный. Дополнительно я хочу, чтобы у нас форма у лепестков была более объемной. Для этого шила фирмы Hemline мы используем немножко у других целей. А именно вот таким образом, с обратной стороны, то есть рукояткой, мы с помощью нее закручиваем лепесток и получается вот такой вот у нас объем. Аналогичным образом мы с вами проделываем со всеми остальными лепестками нашего будущего цветка. Так. Очень стоило получается. Небольшой такой секретик, на самом деле, рукояткой от наших инструментов, будь то резак, например, или, как в данном случае я использую очень удобное шило, мы можем создавать различные спецэффекты. Так. Вот. Бледно-сиреневый. Лист используем. Я надеюсь, вам хорошо видно. Так. Прикладываем, как это у нас будет смотреться. То есть уже цветок приобрел интересную форму. Совмещаем наши формы между собой. Красиво разглаживаем, выделяем разные слои цветка и склеиваем серединки между собой. Чем же мы склеиваем? Можно использовать, как обычный клей для бумаги, можно использовать и клей горячий пистолет. Давайте его откроем и познакомимся, что за клей. Такой инструмент интересный. Так. Угу. Пистолет фирмы Докрафт. Беспроводной. В комплекте имеются два дополнительных стержня, помимо основного этого три. Вот такой приключатель. Плюс в рукоятке находятся батарейки пальчиковые стандартные, 4 штуки. И вот переключателем, соответственно, в положение ОН. В чем большое преимущество этого аппарата в том, что мы можем таким образом поставить, и клей у нас не будет вытекать вниз из сопла. Итак, сейчас у нас немножко он нагреется. И мы склеим серединки нашего цветка. Между собой аккуратненько. Вот так. Я рекомендую работать на листе бумаги с клеем, чтобы он не капнул случайно, не повредил наш коврик. Нет, еще не нагрелся. Так. Ну что ж, пока он нагревается, мы с вами сможем начать работать над другим цветком. Такую форму. Таким же образом загибаем одну часть у каждого лепестка в одну сторону. Так. Кардсток интересный. Розовый кардсток у нас с перламутровым эффектом. А светло-сиреневый у нас с матовым. Рукояткой шила, повторюсь, я загибаю наши лепесточки. Такими нарезали белые серединки. Мы их тоже будем сейчас использовать. Так. Я думаю, что да, все пора. Все отлично склеивает. Мы проклеиваем между собой заготовочки. Так. Клей моментально у нас схватывает. Очень-очень большой плюс этого пистолета в том, что маленький зазор, маленькое сопло у него. Это позволяет экономнее расходовать клей. Так. Приклеиваем также серединку. Вот таким образом. Такой цветок у нас красивый получается. Да? Можем примерить у нас на будущем. Заготовочку. На сумочку. Итак. Следующий цветок. Аналогичным образом совмещаем. Вот такие. Две разных вылупки. Еще раз повторюсь, моментально схватывает, поэтому будьте внимательны. Так. Так. Вот такую хочу серединку. Проявлю фантазию. У других может получиться другие цветочки в процессе. Так. Сделаем еще один цветок. Такой. Так. 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 Создательный г queriaчий пистолет не беспокоит. Он у нас стоит ровно и не вытекает. Он у нас стоит ровно и не вытекает. Можно в этот момент заниматься параллельно. Собственно говоря, я чем занимаюсь? Другими делами. Склеила между собой наготовки. Обязательно проверяем на сумочку, как это будет в дальнейшем выглядеть, чтобы понять, нам продолжать или пора остановиться. На самом деле получается вот таких три цветка. Внутри нам не нужно, мы будем использовать две. То есть украсим низ и верх, здесь ближе к ручке. Цветок мы используем для других творческих работ, благо у нас их, нашей деятельности предостаточно. Главное, чтобы было желание. Итак, листики я предлагаю таким же образом с каждой стороны загнуть. Вот такой лист получается. Клей горячий пистолет, он нам сейчас очень сильно понадобится. Мы будем приклеивать на заготовку полученные цветы и листья. Я сейчас все это наклею и вам, дорогие мои, покажу. С двух сторон придерживаем цветок. Даем буквально 2-3 секунды, для того, чтобы клей схватился. Так, все, цветок уже наклеен. Листи. Примеряем различные размеры листьев. Какой нам больше всего подошел был в этом месте, смотрим. Благо у нас сет ножей подразумевает разные ножи и размеры листьев. Для крупного цветка мы используем самые большие по размеру листья. Для верхнего цветка меньшего диаметра будем использовать, соответственно, маленькие оставшиеся. Далее ближе к ручке наклеиваем второй цветок. И, соответственно, к нему приклеиваем листья. Да, листьев очень много получилось, они все разных размеров. Большой плюс для нашего творчества. Дадим более фантазии. Так, этот, наверное, ему подойдет, будем вот этот клеить. Чуть поменьше. Так, и под него сделаем другого размера. Чуть поглиннее, побольше. Вот таким образом мы наклеили листья с цветами. Сейчас будем работать с оставшимися декоративными украшениями. Я думаю, что с вырубкой достаточно, хотя серединка розовая так и смотрит на меня, чтобы я ее применила. Хорошо. Для маленького цветочка сделаю еще один слой. Так, секунду. Вот, моя хорошая. Таким образом. Так, смотрите, как работать с сизали. Многие видят, что у мастериц, он используется в работах, эти волокна. Мы вытягиваем несколько штук волокон, да? Таким образом. Как работаю я расскажу. Вот таким образом я беру несколько волокон, делаю капельку и делаю вторую капельку с другого конца. Получается бантик. Получается бантик. Этот бантик я склеиваю ровно посередине. Можно перекрутить, чтобы каждый кусочек у нас схватился. Вот таким вот образом получается. Мы сейчас его добавим у нас в нашу композицию к нашим цветам под лепестки, соответственно. Сейчас красиво сделаем. Он поддает воздушность в работе. Часто мастерицы его используют в работах в стиле шевешек. Так. Вот таким образом. И сделаем еще. С другой стороны наш сезаль добавим в работу. Где купить? Многие задаются вопросы наверняка, где я приобрела его. Он продается практически в каждом флористическом магазине, в скраб-магазине, в магазине для природных товаров для детей. Есть такие магазины у нас в Санкт-Петербурге. Так. Делаем две кабельки, да? Еще раз показываю. И, соответственно, фиксируем посередине горячим пистолетом. Отлично заприклеивается. Вот таким образом у нас выглядит сезаль в работе. Также добавим чуть-чуть сезаль у нас наверх цветка. Итак, мы добавили сезаль, приклеили наши цветы, приклеили листики. Можем подключать пистолет. Он нам больше не понадобится. Сейчас у нас дым. Я бы хотела также добавить ленту. Так. Взял такие капельки из шелковой ленты. Это мы уже делаем необычным клеем. Так. Берем отрезок ленту, совмещаем их с собой в концы. И получаются вот такие капельки. Так. Сейчас. Угу. И какой-то самый лепесток. Не люблю я плоские работы. Мне хочется всегда, чтобы в работах была воздушность, объем. Как я вам уже рассказывала, на первом самом мастер-классе я люблю соответствовать стилю скрапбукинг техники. А именно добавлять многослойность. Многослойность во всем объемах украшения бумаги. Так. Добавлю, как я еще сизаль чуть-чуть. Совсем. Маленькую кроху. Так. Включу обратный пистолет. Он у меня еще не успел остыть за это время. И добавлю к большому цветку еще чуть-чуть сизали. вот таким образом и последний штрих мы добавим положим чужину фирма стомбель также ведущий производитель товаров для скрабботинга такие красивые жемчурные ленты упаковка сама по себе очень красивая что немаловажно я добавлю вот таким образом вдоль жилоку листьев жемчужины хочется таким образом ими распорядиться этот набор уникален тем что есть и жемчужины разного диаметра так наверное мы возьмем и большие и малые а средние жемчужины на клеевой основе ленты идут сейчас я вам покажу как это будет смотреться в работе так красиво заиграли у вас листики добавим пожалуй еще жемчужину только меньшего диаметра на листья верхнего цветка так с одной стороны и с другой так так а также жемчужинки добавим в середину наших цветочков тоже жемчужины россыпью пойдут розового и белого цветов так так немножко у нас протекли столет аккуратненько добавляем по маленькой капле клеевого состава не забываем что клеем быстро твердеет все теперь точно выключаем клей пистолет то что не нужно набираем обратно так ну вот дорогие друзья мастерицы и мастера так наша сумочка с вами готова посмотрите пожалуйста она имеет многогранные различные объемные украшения как и бумажные которые мы с вами подкручивали так и жемчужинки сизаль лента можно поправить ну вот мы закончили с вами была Ольга Герус встретимся с вами на следующем мастер-классе на портале гена.ру всем творческих успехов